На кого и за что ты обижаешься? Я обижаюсь на своего братика младшего. Ему год и восемь. Он мне порвал три тетрадки по украинской литературе, по украинскому языку и по зарубежной литературе. И потом это все сидела и целый вечер переписывала. Если за косичку дернул, если что-то там на меня сказал или он не мает, целует. А потом волосы все в этих слюнях, ну ты ж так не культурно, боже. Я обижаюсь на свою кошку, потому что она просит кота и гадит меня на диван. Мама меня обливает вампиром. Папа не дает маме денежки. А я на папу тоже обижаюсь за то, что он у меня деньги без спроса из копилки забирает. Я обижаюсь на свою собаку, потому что когда я был в третьем классе, он порвал мой учебник по английскому. Что бы ты запретил своим родителям? Шляться где попало. Ну потому что утром уходит человек, я понимаю. Ну а куда, а мы не знаем. А папа перестал наказывать мою собачку. Иногда папа и мама мне говорят на ушко, что бабушке говорить. Я бы маме запретила, чтобы она на этой работе не работала и больше мне внимания уделялась. Играть по телефону. Мам, она сейчас что-то на меня внимания не обращает. Я бы запретила папе много есть сладкого. Потому что он уже у нас такой, такой большой, такой толстый. Вообще! А маме бы я запретила по воскресеньям работать. Папе курить. А я бы запретила, я бы им запретила так сильно шутить, потому что они очень у меня веселые и могут так сильно пошутить, что меня обидеть. А я все воспринимаю, это всерьез. Я бы запретила папе каких-то тетей возить в непонятных направлениях. Чтобы они не ходили на работу. Потому что я хочу с ними играть. Как у меня та же самая причина. Я хочу, чтобы мама с у меня играла. Дедушки и бабушки должны делать старостью то, что не успели сделать в молодости. Прыгнуть с того же парашюта. Я бы рекомендовала фигуру поддерживать. Красоту это женщинам. А мужикам, чтобы они всегда были в форме, накаченные, сильные. На дискотеке нельзя ходить. Потому что они могут получить инфаркт. Надо кого-то брать, чтобы они не перепили там пиво. Им нужно еще путешествовать. И нужно, чтобы президент для этого сделал им огромную пенсию. Научились играть в телефон наконец-то. А еще можно играть в игрушки. Так как пенсия маленькая, то людям не хватает денег. Вот, например, моя бабушка занимается татуировками. Я, когда вырасту, не хочу себе делать ни пирсинг, ни татуировки. И в старости можно, потому что уже на работу не надо идти. Уже тебя никто не посмотрит. Дедушкам можно ходить в спортзал и качаться. Что это? Это шапочка. Антенна. Вот такая штука. Надо кого-то там не любишь взять и в лицо вот так. Ой, е-мое. Ну, смотри, она такой классный звук делает. Эти мунитазы чистить надо. Почему мне это без мунитаза? Давайте. Ну, чтобы кого-то ударить. Увеличить губы, они стали такие, как уточки, вот так. Девушки, пользуйтесь. Как тебе вкусно? Вкусно? Не знаю. А вкус мохито. Мохито. Это виноград. Его продают в Австралии. М-м-м, вот это вкусно. Ну, если ты взяла, это... Нет, я думаю, оно не растет в стране. Чего нам всякую гады дают есть? Это фрукт, но похож на какую-то шишечку. Оно такое кислое, что я даже не мог сказать, что это. Оно как будто какой-то слезняк. О, зачем мне это сказать? Кисленькое, напоминает что-то. Не знаю, что. Малайзийское или же такое. Субтитры сделал DimaTorzok